Первый тайм, как сказать, считаю, что и доминировали, и не выпускали соперника, играли очень плотно, компактно, от этого их забили. И, в принципе, в момент Баша вышел на удар, естественно, такой позиции, такой плёский удар, и подходы были. И во втором тайме немножко, опять же, на удержание чего-то стали играть, и сопернику надо было отыгрываться. Команда умелая, мастерненькая, тем более с приходом нового тренера всегда команда, в общем-то, воодушевляется, стягивается, футболистам надо себя проявить. Безусловно, они всё делают для того, чтобы интеграться в том числе. Но при этом у нас опять моментов было достаточно. Здесь Акбашев вышел, здесь Акбашев, фактически, с тратарством, атаковали на 15-й моментах, ну, достаточно много было для того, чтобы увеличить счёт. Ну, там, расстреливал, створивал Ротша-Лайф, фактически, там, с 15 метров по центру, это очень удобно. Ну, много было для того, чтобы счёты увеличить. Хотя мы, в общем-то, давление уиграет, допустим, имея Войтинова, который хорошо головой играет, мы игру изучили и понимали, они насыщают середину по полю, Бирюков неплохо головой играет, поэтому и обоснованы были фланговые передачи, что мы пытались, насколько возможно, перекрыть, и надо отдать должное защитникам, они справлялись. Ну, что, всегда непросто, всё время давление, там, борьба такая силовая идёт, но в целом всё выдержали. Кроме такого, ну, тревоги, то, что мяч где-то в штрафную доставляется через эти передачи, я не могу таких вот явно острых моментов, каких были у нас, вспомнить. В общем-то, в общем-то, Дима играл на выходах, протали очень хорошо, поэтому в целом мы всё снимали, всё снимали, а на завершающий удар прописки их не выпускали. Поэтому, в целом, это, бывают такие игры, когда скалкиваются две команды характерные, в общем-то, им надо спасаться, но незначки набирать, и она такая, в общем-то, победа, что называется, на характере, и она иногда дороже, чем с красивой, содержательной игрой, большим преимуществом. Я ребятам сказал, мне радостно, что такой мужской стержень сегодня был у целого команды, как у одного арбониста. Есть над чем работать, есть над чем работать, но довольно победой и довольно, я не знаю, вот, характером, как у нас есть. Илья Франовна, что немного неожиданно было увидеть, что Вы смотрели на Азмиль на Машува. Почему его, а не Бабаева, например? Ну, потому что они подсыпали Бабаев в воздухе, не так хорош, как это. Мы предполагали, что будет подача, если это стандартный, значит, Машуков на голову выше Бабаева. Мощный, да, в воздухе может играть. Скорость, фурунга есть, то есть, отрыв в свободную зону, может убежать, да. А в своей штрафной мы посчитали, что он полезнее. Мы вообще думали, и в Верхошанском, и в Верховском, и в Жадском были, да, то есть, как будет диктовать хоть матч, и поэтому мы посчитали, что поменяв Сутармина, который, в общем-то, хорошо сыграл, мы получили здесь свежего игрока, достаточно высокого для Бабаева и достаточно скоростного для контратаки. Спасибо. Логично. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok